Широкую известность этой актрисе принес сериал «Маргоша», где она сыграла главную роль, после которой не только полюбилась зрителям, но и стала пользоваться спросом у режиссеров, разглядевших в привлекательной девушке несомненный талант. Родилась Мария в девичестве Шитова в 1981 году в Москве. Поскольку ее родители имели прямое отношение к спорту, то и дочь приобщили к нему, так что девочка с детства стала заниматься плаванием, фигурным катанием и гимнастикой, но при этом успевала реализовать и свои творческие способности, занималась танцами, обучалась игре на гитаре и пела. Но на фоне всех этих занятий, девушка вынашивала мечту стать актрисой, поэтому с 12 лет стала посещать лицей, организованный при Гетисе, где, кроме общеобразовательных предметов, преподавали актерское мастерство, и, окончив его, стала студенткой Гетиса. Но, как оказалось, даже получив диплом, девушке не удавалось пробиться в кино, и дальше эпизодических ролей дело не шло. Тогда она решила временно реализовать себя в другом направлении и стала моделью. И, действительно, здесь Мария оказалась на своем месте, так как не только обладала классической красотой, но и имела модельные параметры. Сотрудничая с агентствами «М-Глобус» и «Пойнт», новоиспеченная модель постоянно принимала участие в модных показах и снималась в рекламе, и, заработав себе имя в модельном бизнесе, стала, наконец, получать и более значимые роли у режиссеров. Тем не менее, прошло более шести лет, пока Мария не получила роль, которая и сделала ее известной. Ей посчастливилось попасть в сериал «Маргоша», и в течение двух лет блистать на телеэкране в образе главной героини, Маргариты Ребровой, став любимицей зрителей. Понятно, что и режиссеры стали теперь смотреть на актрису другими глазами, и в ее фильмографии появились такие проекты, как «Не укради», «Без следа», «Семейный детектив» и «С восьмым мартом», «Мужчины», где она сыграла главные роли, существенно поднявшись по карьерной лестнице. Кстати, немалую роль в возросшей популярности Берсеневой сыграла и откровенная фотосессия, на которую она решилась в 2010 году. Снявшись для известного «Глянца» Максим, и мгновенно увеличила и без того большую армию своих поклонников. В настоящее время актриса немного отошла от съемочного процесса, и окунулась в театральную деятельность, где также преуспела. На ее счету роли в 12 спектаклях, среди которых и такие известные, как «Мастер и Маргарита», «Азори здесь тихие», «Три мушкетера» и «Анна Каренина». Многих интересует личная жизнь этой яркой и красивой женщины. Но при том, что она как магнитом притягивает к себе взгляды мужчин, ей пока не удалось найти того единственного, с которым бы захотелось прожить всю жизнь. Правда, у актрисы уже было две попытки найти свое личное счастье, но, увы, неудачные. Первый раз Мария вышла замуж незадолго до окончания театрального вуза за бизнесмена Гурама Кафенулу, и в 2002 году родила сына, которого назвали Никитой. Но прошло полгода после рождения ребенка, и семейная жизнь, вначале похожая на сказку, стала трещать по швам, и супруги расстались. Вскоре актриса познакомилась с Николаем Берсеневым, кикбоксером, и, прожив с ним пять лет в гражданском браке, решила официально узаконить отношения. Но, как говорится, штамп в паспорте не является залогом счастья. Прожив два года, супруги подали на развод и в 2010 году его получили. С тех пор актриса не стремилась устроить свою личную жизнь, хотя в последнее время, на вопросы журналистов, касающиеся этой темы, говорит, что у нее есть любимый мужчина, но имени его не называет. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?